Открыть подземный переход на вокзале Хабаровска просят жители близлежащих улиц. Территория вокзала отделяет их дома от остальной части города. И подземный переход самый безопасный и удобный путь. Однако с марта эта дорога закрыта. Причины выясняла Наталья Приходько. В стране нет ничего более постоянного, чем временное. С марта этого года жители улиц Ухтомского и Большая Вяземская ждут, когда переход под вокзалом откроют. Тогда была формулировка немножко другая, кстати. Была формулировка, что в связи с угрозой коронавирусной инфекции переход закрыт. А сейчас, видите, повесили, что проход через тоннель временно закрыт. Была надежда, что все-таки, когда коронавирус победят, он откроется. Ну а сейчас, я смотрю, уже у нас такая надежда тает на глазах. Подземный переход местные между собой называют «дорогой жизни». Его открыли в 2018 году. И жизнь действительно изменилась к лучшему. Появился удобный путь. До этого добираться до остановки приходилось по железнодорожным путям. Правда, сначала у жителей спрашивали паспорт с пропиской. Потом от этой идеи отказались. Но теперь новая напасть. Какие-то люди к нам выходят. А нельзя же сюда не заходить, не выходить. Выходить можно, заходить нельзя. Выходить можно. Там, видать, победили уже коронавирус. А с этой стороны он, видимо, еще свирепствует. Весной из-за коронавируса на вокзале появились дежурные. Задача которых – не допустить к рейсам больных пассажиров. Поэтому измеряют температуру только у тех, кто заходит через центральные двери. Проходит человек. Да, мы измеряем. Давайте мы измерим. Проходит человек, мы измеряем температуру. У вас 36,1. Если людей много, там, утром, например, не знаю. Мы используем аппарат-тепловизор. А как он работает? Мы стоим и на каждом направляем. Направляется на человека. И здесь показывают его температуру. У девушки 36,0. Давайте у этого охранника посмотрим. Как? Ну, тоже нормальная температура. Вход ограничен. И закрыт вход со стороны улицы Ухтомского. Открыт только единственный вход на пункте термометрии с привокзальной площади. Ну, так как мы не имеем такого большого штата, чтобы открыть несколько пунктов термометрии, в связи с этим введены такие ограничения. И тем не менее, как-то людям близлежащих домов нужно выбираться в центр. Вынуждены сокращать путь по Виадуку, где не то что термометрии, никакой охраны нет. Видите, следы жизнедеятельности, так сказать, людей без определенного места жительства. Порой бывает сидят там, начинают что-то даже обращаться там. Здесь у нас и люди там и с криминальным прошлым ходят, и будущим. Во время подготовки репортажа руководство вокзала заверило, что переход откроют сразу после снятия санитарных ограничений. Не исключено также, что на входе установят автоматические аппараты термометрии. Наталья Приходько, Константин Пестерев, телеканал «Губерния». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова